Как правило, подготовка к прохождению паводка начинается с прогноза метеорологов и других специалистов, а ответственность за эту работу, которая должна исключить чрезвычайные ситуации, лежит на всей системе управления территориями. На территории Сибири по различным причинам может попасть в зону подтопления до 704 населенных пунктов, население около 120 тысяч, может быть подвергнуты и нарушены его условия жизнедеятельности. Непосредственно по Новосибирской области у нас есть наиболее вероятные участки подтопления, это прежде всего река Карасук. Частично есть угроза по реке Иня и по реке Берть. Пока специалисты не могут сказать точно, как именно пойдет паводок, поэтому готовятся, как всегда, к худшему сценарию. Примерно такая же ситуация и с природными пожарами. Только тут надо учитывать малопрогнозируемый человеческий фактор, который зачастую становится причиной возгораний. Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами мы ожидаем в мае-июне и в сентябре в республиках Тыва, Красноярском крае Иркутской области. По ландшафтным пожарам это как раз апрель-май и здесь у нас под высокой степенью вероятности сложных и крупных пожаров это республика Хакасия, Алтайский край Новосибирска и Омской области. В этом деле важны профилактика и ранее обнаружение. Поэтому специалисты задействуют сразу несколько систем контроля за огненной обстановкой в регионах. Большое внимание уделяем применению информационных систем. Уже практически традиционное использование приложения, мобильного приложения термоточки доказало и свою эффективность, и возможность работы в реальном времени. Беспилотные летательные системы здесь неотъемлемая часть, так же как и космомониторинг для контроля. В Новосибирской области в прошлом году количество природных пожаров значительно снизилось. Получится ли удержать эту планку или добиться еще лучших результатов, покажет грядущий пожароопасный период. Время его наступления определят дополнительно в зависимости от погоды.